Инициатором очередной акции выступил сочинский благотворительный фонд «Воин-интернационалист». Книги на Украину отправятся уже в четвертый раз. Ранее сочинцы отправляли в Донбасс посылки с одеждой и продуктами. Сопровождает все эти грузы Ольга Захран, заместитель президента благотворительного фонда. Но там, где так ждут подарки из России, ее знают не иначе, как пчелку. Трудится Ольга с июня прошлого года. Вот и сегодня она готовится в путь. На этот раз благодарственное письмо она привезет в 8-й гимназии. Кроме того, что наши дети собрали много учебников, которые, ну скажем, год уже были употребления, мы обратились к нашим партнерам, магазинам, которые предоставили нам учебников почти на сумму 460-470 тысяч рублей. Это абсолютно новые учебники, которые мы с огромным удовольствием передадим детям, которые, ну сейчас волей судьбы оказались в беде и оказались в сложной ситуации. Посылка с таким грузом очень ценная. В Новороссии дефицит книг и учебников на русском языке. Там, в Луганской народной республике, в Донецкой народной республике, все на украинском языке. Детям очень сложно русскоязычным учить на украинском языке. Поэтому мы вот делаем такую акцию, призываем всех поддержать нашу акцию, помочь людям, детям, Новороссии, потому что люди уже на двух референдумах высказали свое мнение на самом деле. И отрицать факт того, что они не хотят больше жить в Украине, не хотят говорить по-украински, нельзя. Сотрудничает Ольга и с Ростовским благотворительным фондом «Пограничный», который помогает активистке с оформлением документов. Сочинский же благотворительный фонд обеспечивает транспортом и отвечает за расходы. Благодаря стольким небезразличным людям, уверена Пчелка Ольга, ей удастся организовать еще не одну благотворительную акцию. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.